Привет, я Таня Гринёва, это BitLive и сегодня мы напросились в главный офис МХП. МХП это одна из ведущих агропромышленных компаний Украины, это агрохолдинг, первый украинский агрохолдинг, акции которого торгуются на лондонской фондовой бирже. МХП это ведущий производитель курятины и мясных продуктов в Украине и экспортер номер один курятины в Украине и мы сейчас посмотрим как устроен их главный офис, пойдемте. Доброе утро! Доброе утро! Нас сегодня встречает Ксения Прожогина, это директор департамента по управлению персоналом и коммуникации МХП. Сейчас мы посмотрим как все устроено в главном офисе. Идемте? Пройдемте. Ксения, я знаю, что в прошлом году МХП праздновал 20 лет. Скажите, как это празднование проходило, что вы делали? Это проходило очень ярко, очень здорово. Мы поехали на родину собственно в город, где МХП родился, откуда мы появились. Это Мироновка. Мы собрали целый стадион наших сотрудников. Мы привезли их со всех мест, со всех уголков Украины, где представлен наш бизнес. Это был большой такой, я бы даже сказала, наверное, семейный праздник. Класс! Это сколько человек? Это больше тысячи. Ничего себе! А расскажите про историю компании вообще. То есть как все начиналось в 98 году? В 98 году компания начиналась как раз из Мироновки, с покупки нашего первого актива Мироновского завода по изготовлению комбикормов. И потом уже история продвигалась. После этого появилась наша первая птицефабрика, появилась перемога и оттуда, собственно, зародился бизнес. И потом мы уже стали менять историю. Мы стали менять историю этого рынка, потому что до 98 года, если вы помните, это был вообще рынок замороженных ножек Буша. Да, ножки Буша. И вот тогда мы поменяли ход истории и сейчас Украина это все-таки рынок свежего мяса. В основном это связано с нами. Ксения, 28 тысяч человек и больше 50 предприятий. Как такой бизнес может продолжать быть технологичным и развиваться? Бизнес у нас инновационная команда, в принципе. И у нас очень драйвовый собственник. И у нас очень драйвовая команда топ-менеджмента. Поэтому инновации это одна из наших ценностей. Поэтому у нас мы за них боремся, мы их ищем, мы постоянно обновляемся. По большому счету, каждое утро мы просыпаемся с пониманием, что нужно бежать дальше, что все хорошее, что мы сделали вчера, осталось вчера. Но чтобы быть лидерами, тебе нужно совершенствовать процессы, тебе нужно искать постоянно что-то новое. Ну, я думаю, что для многих людей агропромышленный холдинг и инновации это вот какие-то такие разные вещи. Вот какие инновации могут быть в агробизнесе для непосвященных? Какие инновации у вас в МХП? На самом деле агро это очень классный бизнес для инноваций. И это как раз вот это понимание мы сейчас пытаемся донести. Мы его доносим и делаем много проектов. Один из ключевых проектов это наш МХП Акселератор. Уже пошла вторая волна. Второй год мы работаем с украинскими стартапами. Мы ищем для себя решения. При этом мы развиваем эти стартапы, мы им помогаем, мы им даем свои площадки для пилотирования их проектов. Таким образом, приглашая опять-таки их к нам, меняется и культура компании. Чем занимаются люди вот в этом офисе, на предприятиях Киевской области? Что это за профессия? В этом офисе это центральный офис. Соответственно, здесь находится управление холдинга. Здесь максимально сосредоточено управление финансовой функцией, HR функция. Здесь представлен наш коммерческий блок. Весь маркетинг находится в этом офисе, а экспортное направление находится в этом офисе. Еще вопрос про корпоративную социальную ответственность и про проекты в этой сфере. Вы как современная компания и инновационная, и вот в ногу совсем. То есть КСО это такая неотъемлемая, наверное, часть современной компании. Скажите, что МХП делает в этом направлении? Какие проекты у вас есть? Проектов очень много. Проект, наверное, который мне очень нравится, который мы гордимся, это Село Крокеду Розвитку. Мы помогаем в селах бизнесменам, мелким бизнесменам расстраивать свои бизнесы. Мы им даем гранты, мы тем самым развиваем село и показываем, что для того, чтобы быть успешным, тебе совершенно не нужно уезжать в город. Второй проект, который мы начали в этом году, я считаю его очень важным, это проект взаимодействия с детскими домами. Когда наши сотрудники, они берут шефство над детскими домами, и они туда приезжают, и очень многие из нас ездят со всякими подарками в детские дома, с книжками, еще чем-то. Но мы пошли другим путем, мы едем уже практически к выпускникам детских домов. Мы им рассказываем про профессии, девчонки их учат готовить еду, наши мальчишки их учат всяким техническим вещам. Но самое главное, что мы потом забираем их из детских домов, когда они выпускаются. И мы им даем первое рабочее место, мы им даем жилье в общежитии, мы их забираем в нормальную взрослую жизнь, где он сразу получает и профессию, и работу, и крышу над головой. Про образование сотрудника вообще, вот расскажите, какие у вас есть правила, схемы, когда человек уже работает, уже он прошел испытательный срок, адаптацию, все такое, все хорошо. То есть как выглядит этот процесс обучения? Наверное, у разных уровней команды по-разному. Он у нас выглядит очень нестандартно для нашей страны, но я считаю, что он выглядит вот так, как он должен быть. Мы инвестируем, мы инвестируем в людей, мы инвестируем в их развитие, но только тех людей, которые замотивированы на это развитие, которые хотят. Соответственно, у нас нету тренинговых программ, у нас нету обязательных программ, которые ты должен в течение года пройти. Нет, есть центр развития, в который ты можешь податься. В центре развития есть менеджерские программы, а есть программы специальных знаний, хардскиллов, то есть агрономия развития, либо сертификация качества. Если ты подаешься на менеджерскую программу, то в первую очередь ты должен написать эссе, в котором ты должен рассказать, зачем это, в чем твоя мотивация, а самое главное, что ты уже сделал в этом направлении. Потому что мы готовы инвестировать в тех людей, которые уже самостоятельно в себя что-то вложили. А если ты хочешь выучить английский язык, но при этом не можешь дойти до магазина и купить себе учебник даже со старт. До интернета, в принципе, можно дойти. То, наверное, на самом деле ты не хочешь выучить английский язык. Поэтому мы тестируем мотивацию, мы прогоняем человека через кучу тестов, то есть с какими навыками он уже обладает, на каком уровне. И самое главное, способен ли он вообще обучаться, потому что психологически не все люди способны обучаться. И вот если человек написал это эссе, убедил нас и прошел все тесты, он попадает на менеджерскую программу. Класс. Это менеджерская программа, которая вами обустроена? Она длится год. Там и топ-менеджмент преподает, преподают у нас люди из большой четверки. И в этом году мы еще подключаем профессоров Энсиада. Привет. Привет. Анна. Татьяна. Да, очень приятно. Взаимно. Анна, покажите нам, как тут все у вас устроено, ваш известный open space. 2.0. 2.0. Класс. Это слово. Пойдемте со мной, я вам все покажу. Open space 2.0. Я слышала этот термин, что он означает? Расскажите. Open space открытое пространство 2.0. Система позволяет работать сотрудникам без привязки к рабочим местам. Каждый сотрудник каждый день может выбрать любое себе удобное место, где ему комфортнее работать. То ли это рабочее пространство, то ли это открытое пространство зоны кофе-брейков. Можно прямо вот здесь, вот на этих удобных креслах. Как вы видите, всем предоставлено каждое рабочее место, любое комфортное. По 2-3 человека могут сидеть, когда работают в группах, но для этого у нас замечательные есть переговорные комнаты. Также есть call-room. А что такое call-room? Call-room это переговорная комната для одного человека. Выйти поговорить для комфортных условий. Класс. А тут еще какие-то у вас ячейки есть. Да. Личные вещи здесь хорошие. Да, да. Также, как мы работаем по системе Open space 2.0, каждый сотрудник в конце своего рабочего дня убирает свои личные вещи вот в такие вот ячейки. Расскажите про график работы. То есть у вас он какой-то там с 9 до 6 или с 10 до 7? Нет, нет, нет. Стандартных условий в компании нет. Мы очень гибкие. У нас гибкий график работы. Сотрудники сами могут выбирать то ли это с 8 до 5, то ли это с 9 до 6. Также у нас есть система удаленного доступа. Это VDI, когда сотрудники могут подключаться и работать удаленно из дома. Но все же у нас офисная система. Мы всех хотим видеть на рабочих местах и работать сплоченнее. Да, ну это КЗОТ, да? То есть у вас есть, я имею в виду, что это там правило 24 календарных дня отпуска. Конечно, конечно. И все вот эти вот условия. Да, да, все, да. А что еще такого есть в соцпакете привлекательного? Почему людям хотелось бы работать в МКП? У нас есть современный тренажерный зал. Компания обеспечивает. Есть стоматологический кабинет, есть медицинский пункт. Также компания обеспечивает трансфером до работы, с работы в любую точку города. Ого, здорово. Татьяна, пойдемте за мной. Простите за вторжение. Павел, добрый день. Я на минутку показать наш современный стоматологический кабинет, который оборудован современной техникой, даже рентгеном. Ого, ничего себе. Да, это наша изюминка, можем гордиться, поэтому сотрудники могут обратиться в любое для них удобное время. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова